Неправильно держишь камеру, я бы тебе объяснял, что у тебя пол кадра эта рука будет, вот согни ее и чуть пониже, тогда нормально, говори вот так, микрофон сзади, ты сейчас, что ты с ним говоришь, вот так вот, куда мы, черт возьми, попали? Ну что, народ, с добрым утром. Утро пятого дня, на сегодня планы грандиозные, и начать их вот так, я считаю, самое верное решение. У нас сегодня в планах проехать больше сотки и доехать, заехать за поселение Салмия. Поправочка, мы не доезжая Салмия остановимся. Макс, зануда. Что делать? Ничего не делать, терпеть, терпеть и мучиться. Пакуемся, едем до ближайшего магазина с названием Апельсин. И возьмем там водички, печенюшек, и в общем все, и тогда начнется, да начнется страдание. День пятый. Все, мы поехали. Затарились в магазинчике. Неизвестные нам мотоциклисты пожелали нам счастливого пути и удачи. Написали смс-ку начальнику кемпинга. Сказали, что все, место очистили, сдали. Едем дальше. Он также нам пожелал счастливого пути. Что если будете в Карелии, в районе Рускьявы, заезжайте вот сюда. Кемпинг, лесная поляна. В принципе, недорого и хорошо. А если на неделю, то вообще прекрасно. Почти никого нет. Вот, в пятницу было мы и там еще две семьи. Все. Сегодня нам навстречу попадается уже не первый десяток спортивных машин. Не знаю, тут какое-то ралли было ночное. Или сегодня ночью будет. И вот они то ли оттуда, то ли туда собираются. Называлась эта тема «Белые ночи». И вот, значит, нам попадаются эти машины. Одна за другой бывает по несколько. Я, пожалуй, побомблю маленько. Потому что по дорогам общего пользования, на спортивных автомобилях, насколько я знаю, ездить запрещено. И на соревнования или любые другие мероприятия, связанные с спортивными автомобилями подобного типа, их должны доставлять на прицепах. Добавлю ложку меда в бочку Максового дегтя. В связи с тем, что эти дороги все вот такие вот, горками и нифигово крутыми поворотами, и стоят красные знаки, обозначающие поворот такие, стрелочки белые. Это все очень сильно напоминает игру Колин Макрей Ралли. Если кто играл, тот меня поймет. И вот эти машины, они прям добавляют именно той атмосферы, потому что там были именно такие машины, именно по таким горкам. И это была игра. А тут у нас, понимаете ли, жизнь, которая может внезапно прерваться ввиду неосторожного обращения со скоростным спортивным автомобилем. Вот вроде такого. Еще один едет. Вы спросите, откуда у нас берутся силы? Мы употребляем кокаин. Разбавляй. Ригидрон, просто добавь воды. Как юпи. Короче, Виктор жалуется, что сводит ноги, руки. Ну, не прям критично, но что-то как-то есть. У меня немножко тоже, но терпимее, видимо. Поэтому решили немножко витаминов навернуть. На самом деле это просто восстанавливает баланс соли и минералов в организме, потому что мы потеем, как собаки, и это все вымывается. От этого сводят руки-ноги. В общем, спасибо доктору Дарье за наводку на Ригидрон. Ригидрон. Сейчас впервые за 400 километров пути мы встретили других велопутешественников. Их тоже было двое, мальчик и девочка, ехали в противоположную нам сторону. Снять их не успел. Вот. Но приятно, что мы все-таки не одни такие два дурачка на этой дороге. Есть, как минимум, еще два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот на пятый день мы наконец-то едем вдоль Ладоги. Мы ее видели кусками, краями, как-то там заезжали к ней. А так мы сейчас едем вдоль нее, наконец-то, на пятый день путешествия. Ну, фиг с ним, что четвертый день у нас был такой, можно сказать, не ездовой, но тем не менее. Короче, красотенище. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, епта. Погоди, погоди, погоди. Что он хочет? Дай назад маленько, он уже разворачивается. А тому водителю автобуса, который остановился посреди дороги, вот прям внизу горки, и сбросил нам всю инерцию и перегородил дорогу, я хотел бы подарить вот этот цветок. Пусть он будет символом его поведения за рулем. Мужик, ты вот этот цветок. Ляскела. И здесь гидроэлектростанция. Красиво. Как вы думаете, чего не хватает? Угу. Не хватает бутылки. Тройная обида в том, что это была бутылка с тем самым ригидроном. Просто у меня так горит букан с этого. То, что они иногда вываливаются, это ладно. Но то, что она вывалилась незаметно, просто... Весит тебе. Всякое бывает написано, бывает даже накакано, но обычно все-таки написано на автобусных остановках. Ну, там нехорошие слова, всякие номера телефонов распутных дев и так далее. Но вот тут мы сейчас немножко поэффигели. На минуточку. Удмуртия для удмуртов. Вот здесь вот Карелия, а вот здесь Удмуртия. Вы понимаете, да? Это прекрасно. Там наверху красивая часовенка. Такая деревянная и резная. Вот здорово, когда красиво. Не здорово, когда на каждом шагу бетонный храм. Вот это красиво, это одобряю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я упал на подъеме. Вон там, вон, слетел. Видите? Это оказался не асфальт, а просто отрамбованный песок. Я слетел и грохнулся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Больновато получилось, но больше обидно. Ну вот и пришло время нам попрощаться с трассой Сардавала. Она нас радовала всю дорогу практически. Сейчас мы сворачиваем на Петкеранту. И далее, далее, далее. Дорожка, конечно, на Петкеранту. Причем, не чета, не чета вообще. Может, начало такое плохое, но фиг знает. Это дорога на Петкеранту. Она представляет из себя асфальтовое покрытие в большинстве своем состоящем из заплаток, по которым можно, в принципе, определять давность ремонта. Ну, то есть вот это вот свежак, наверное, прошлый год. Вот это позапрошлый год. Вот это позапозапрошлый год. Вот это ключевое покрытие. Ну и так вот примерно всю дорогу и везде. Ощущение, что дорога какая-то заброшенная просто, по которой никто не ездит. Ну, практически, на самом деле, так и есть. За все время, километров 5 уже по ней едем, проехали на 5 машин. Где-нибудь, где-нибудь, должен быть торговый, с которым что-нибудь продать за крышечкой вот такого. Ага. Ржавые отбойники. Это латаная, перелатанная, растресканная дорога. При этом, при всем, разметка явно более-менее новая. Вот белая, свежая. Ее прям по залепкам вот этим. Свеженьким. Мы где-то сейчас вот здесь. Вот где-то здесь. Смотрим дальше. Она проходит в ту сторону от нас. Вот еще разочек. Вот так вот. Бень-бень-бень-бень-бень-бень-бень-бень-бень. Все-таки есть польза в Яндекс.Картах. Это хорошо. За заправкой закончился тот жуткий участок дороги. И сейчас вроде пошла нормальная. То есть ровная, чистая. Можно ехать без особых опасений. Растрястись. Вот так вот. Непонятно какой процент, но подъем точно будет. И вот по этой хорошей дорожке мы прибыли в Петкеранту. Что, кстати, не является на сегодня финальным этапом маршрута. За Петкеранту мы еще заедем километров на 30. А пока что вот знак. 77 километров до сюда мы проехали за сегодня. В общем, Петкеранту мы тоже, по сути, проскакиваем насквозь. Практически не останавливаясь. Ну, кроме магазинчиков. Вот. Но в целом она выглядит довольно миленько. Такой уютный городишко. Ну, по крайней мере, с дороги это выглядит так. Немного холмистый, но приятный. И так как Макс уронил первую бутылку, ну, точнее, не уронил, а где-то потерял в дороге, первую бутылку с регидроном, сейчас мы будем мутить вторую бутылку с регидроном. Мы нашли аптеку в Петкеранте на улице Горького, 36А. Ну, если кто-нибудь вдруг будет в Петкеранте и в поисках аптеки. Она здесь есть. Точно, велосипед надо было брать. Меня пугает этот мальчик с лужими на руках. Слушай, он реально взламывает дверь. Будешь щупить? Нет. По-моему, нам уже хватит. Дяденьки-спортсмены гоняют, поздоровались с нами такие обходительные. Въехав в Ууксу, мы увидели вот такой вот мегалит с древними изображениями анатомического свойства. В общем-то, мы хотели тормознуть в селении Ууксу и передохнуть там около магазинчика или что-нибудь в этом роде. Но здесь мы нашли гораздо интереснейшее место, чем просто магазин. Субтитры создавал DimaTorzok МАКС 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 Да, финала сегодняшнего дня остается километров десять, может чуть больше. Сейчас закупились хлебом. После Питкеранты вообще пошла очень уютная дорога. Машин мало, пейзаж приятный, горочки не очень напрягают. После того, что было, перецартовало и вообще, можно сказать, горочек нет. Ну и погода, вообще все-все прям классно. Опять ремонт дороги. Такое вредное финальное испытание сегодняшнего дня. Вот эта стройка с светофорами, с грунтовыми дорогами, которые всю душу вытягивает. Фу. А ехать осталось, не знаю, километра два-три до съезда. Еще километрик, наверное, до точки. И вот эта стройка, блин. Я думаю, мы бы уже были плюс-минус на месте. Но что-то пошло не так. Это тропа. Я не знаю, что это там за место. Что там за геометка. Фу. Грибочек. Грибочек. То есть интересно будет определенно. Особенно завтра выбираться. Капец вообще. Денек не перестает радовать. Короче, это капец. Я не знаю, что это за метка. Но я категорически не люблю того человека, который поставил, блин, ее туда. Что это, блин, за место? Хрен знает вообще. Мы проперлись по полю километр просто, ломая траву вот так вот на пролом. Обожгли ноги крапивой. Короче, полный букет удовольствия. И мы пришли вот к лесу. Там внизу, короче, болотище какое-то. И вообще фиг знает чего. То есть до воды рукой подать 100 метров, 200 может. А туда хрен знает, как пройти. Вообще не намека. Если поначалу еще какая-то тропа была, она исчезла. И вот не знаю, сейчас Виктор, если что-нибудь найдет, то хорошо. Если не хорошо, то, видимо, пойдем обратно. Это прям очень грустно, потому что обратно идти, ну, прилично. Почти километр вот по таким гребеням. Жопа вообще. Вот это попадалово. Мы очень вредные, надо сказать, потому что мы влезли в такие гребеня, что это просто похвалить достойно. Насколько глубоко мы влезли. Вот. Сейчас Витька скатает по другой дороге, глянет, что там. Время полвосьмого вечера. Мы еще пока нигде. Короче, я не могу сказать, что они сварились, но я могу сказать, что они погрелись. Ну, в общем, дела у нас так. Место мы кое-как, так сказать, нашли. Точнее, нам его подсказали, но не подсказали бы, мы бы поехали сюда и так, скорее всего. Вот, то есть... Там место классное. Да, сказали, нам место классное, но мы как-то не согласны с этим определением, потому что это место вотчина муравьев. Вот, вот, вот везде. Вот это вот все, большой муравейник. Большой муравейник. Вот это все, это просто муравейник. А вот там через дорогу, вот там через дорогу, там тоже муравейник. И тоже такой же огромный. Вот, поэтому мы вот так встали на бережке, когда мы расставлялись, сдул дичайший ветер. Сейчас он вроде подстихает, это и хорошо, и плохо, потому что он сдувал комаров прекрасно. И вот здесь их нет вообще сейчас, а если он прекратится, они вернутся, вот. С другой стороны, без этого ветра чуть поприятнее. Но, в общем, спим мы сегодня почти что в экстремальных условиях, потому что, много по-всяким, потому что. То есть кое-как мы отправили смски о нашем местоположении, чтобы, если вдруг что, нас хоть знали, где искать. Вот, надеемся, все будет хорошо. Место, в общем, так себе. Накатали мы сегодня со всеми поисками места 130 километров. Из них полезных, наверное, было километров 117. То есть 12 километров мы просто вот накрутили, грубо говоря, на пятачке, то туда, то сюда метаясь, там ползая по траве, по пояс. Доехали до рыбхозяйства, там с товарищем пообщались, вот. Я не скажу, что прям класс. То есть, ну, в рейтинге мест, где мы ночевали, это пока что худшее. Да, это худшее, однозначно. Вот. То есть, как бы, ветер, муравейник, сложно найти, и, в принципе, подхода к водичке, как такового нет, там, какие-то ломовые камни. Ну, то есть, сейчас мы, так или иначе, варим еду, чай, готовим, едим, да и, наверное, сразу свалимся спать. Может, умоемся. Может, умоемся, да. Ну, в общем, пятый день был со всех сторон хорош, но вот его итог как-то не очень приятный. Ты хочешь сказать, что вот эти ссадины, вот это все обожжено крапивой, там, вот, тут комары кусали, оводы, там, все дела. То есть, мы грязные, чешемся, это плохой итог? Это плохой итог. Ну, ладно, черт с тобой. Ладно, ты прав, ты победил. Что тут хорошего? Все. На сегодня все. Эх. Эх. Эх.